13 января 65-летний юбилей отметила первая школа Черноморска. С 1953 года из стен этого учебного заведения вышли более 4000 выпускников. Из них 225 ребят – медалисты. На сегодняшний день здесь учится порядка 900 детей. Ко дню рождения школы прошли десятки мероприятий с участием учеников и педагогов, флешмобы, акции, квесты. А завершила праздничный цикл ежегодная традиционная конференция, которая в этот раз была посвящена юбилею. На встречу пришли школьники с родителями, учителя и педагоги-ветераны, а также гости. От имени Черноморского городского головы коллектив первой школы поздравила секретарь Черноморского горсовета Ольга Боровская. Я сегодня имею честь вас поздравить от имени городского головы Валерия Яковлевича Хмельюка, от имени исполнительного комитета и депутатов городского совета. И говорю так официально потому, что ваш юбилей не только ваш праздник, но ваш юбилей это и наш праздник. Потому что через вашу школу прошли замечательные учителя. Я сейчас смотрела эти кадры, каждый учитель легенда, каждый. Потому что за его спиной столько прошло детей, столько дал он хорошего, столько доброго выпустил. А ученики – это просто такой замечательный результат работы родителей, школы и, наверное, в целом города. Почетными грамотами Черноморского городского совета за многолетний творческий и добросовестный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей были отмечены преподаватели Вячеслав Майорский, Ольга Бахерева и Татьяна Стародубцева. Заместитель начальника отдела образования Ксения Чигаринская вручила награды учителям школы. За достижения в учебе, спорте и активное участие в жизни школы были награждены ученики и их родители. Дети на память получили чашки, специально изготовленные к юбилею. Ребята признаются, что школа для них стала вторым домом и благодарят преподавателей за то, что помогли самореализоваться. Я люблю школу за то, что действительно учителя, если ты стремишься к знаниям, то они могут тебе их дать. Если действительно ты показываешь свое желание к тому, что ты хочешь что-то достичь, чего-то добиться в этой жизни, то они готовы тебе помочь. Для меня школа – это действительно как второй дом, где я могу получить знания, где я могу получить ответы на все те вопросы, которые меня интересуют. И это, так сказать, такая платформа, с которой я могу двигаться куда-то дальше. В юбилей школы я хотел бы пожелать, чтобы эта школа продолжала давать вот именно те знания, продолжала помогать людям учиться, добиваться чего-то, чтобы она всегда оставалась такой, какая есть, чтобы учителя всегда были повернуты к ученикам и помогать им во всем. Ну, конечно, здоровье, счастье, процветание. Школа мне помогла реализовать то, что я хотел. Вот, к примеру, я всегда хотел программировать, я этому учился только благодаря тому, что учитель мне этому помог. И то же самое можно сказать про многое, что то есть школа – это то, что помогает мне реализовать себя как личность. Я хочу, чтобы ученики раскрывали свои возможности как личности, а учителя, чтобы не хватало сил помогать ученикам. Вот уже больше 17 лет школой руководит директор Ольга Петлюк. В учебном заведении сегодня работает почти 60 учителей. По словам Ольги Петровны, здесь берегут и чтут сложившиеся за десятилетия традиции. В то же время школа живет будущим. Мы все-таки хотим побудовать эту демократичную школу, которая для детей – это не место работы дорослих людей, это место жизни детей. И мы это пытаемся делать. Сегодня наша школа в свои 65 лет мы не чувствуем. Индивидуальная работа с каждой дитиной и возможность створить возможность каждому виявить себя. Если не в математике, то в работе. Если не в работе, то в малювании. Потому что каждая дитина – она талановита. Ей нужно только открыть и дать ей возможность выявить себя. И в чем наше главное завдание, как бы мы ни говорили. В юбилейный день рождения в адрес коллектива «Первая школа» звучало много теплых слов. И хочется надеяться, что все пожелания обязательно сбудутся.